Всем привет! В начале ролика я хотел бы купить вот эту вот акцию к Рождеству. И у меня не хватает только Байрона, поэтому я надеюсь, что он мне выпадет. Кстати, поставьте лайк на это видео, если думаете, что мне выпадет Байрон. Ну или просто можете поставить лайк в поддержку. Ну а я сейчас куплю. Всё, я купил. Так, кристаллы, отлично. Монеты, неплохо. Так, окей, ещё монеты. Ещё монеты. Может уже перс? Да что такое? Да блин, мне не нужны монеты. Так, так, неужели? Неужели? Да нет, пассивка на Эдгара. Чёрт, мне он не выпал. Мне не выпал Байрон. Только пассивка на Эдгара. Эх, жаль, жаль. Видимо, кто-то не поставил лайк. Ну а пока я с рандомами выношу каких-то нубов, давайте я вам расскажу, о чём будет сегодняшнее видео. Я решил устроить битву строителей и позвал девятерых своих подписчиков из Дискорда. У нас будет новогодняя тема, потому что скоро Новый Год. Тема, собственно, так и называется, Новый Год. Нам нужно как-то построить его в БС. То есть можно построить Дед Мороза, снеговика, ёлку, либо ещё что-то. Ну а ещё, чтобы было интереснее, была какая-то мотивация у всех, я решил, что победитель, тот, кто построит самую крутую постройку, получит от меня вот это вот спецпредложение. Ну, точнее, его стоимость в рублях. Ну что ж, на этом всё. Приятного просмотра. Я никого из этих людей не знаю, одни незнакомые Ники. Ну только вот Фортика знаю, что-то слышал, знаете, где-то слышал. Ну на самом деле, я пригласил Фортика, чтобы он был моим помощником, потому что все будут выходить из комнат, чтобы строить постройки. Ну а Фортик потом всех будет приглашать. Да и просто Фортик будет следить, если, например, у кого-то случайно вылетит, или кто-то там выйдет из Дискорда, Фортик его сразу же добавит. Я, кстати, тоже что-нибудь построил, ну точнее, тема Новый Год. И сейчас у нас у всех есть по 15 минут. Я решил, что построю какого-нибудь снеговика. Может телепорты сюда? О, реально классно, только синий надо. Да, слушайте, неплохо. Так, нет, а рот как сделать? Нет, не то, не то, не то. А как сделать рот ему? Даже не знаю. Так, ээээ, чёрт, не то. А если вот так вот сделать? Типа снега? Нет, 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 это у меня не снеговик получается, а что-то другое. Не, нормально. Вроде что-то получилось. Только какая-то кривая морковка. Так, как он вообще выглядит со стороны? Надо, наверное, это, выйти, посмотреть со стороны, как он выглядит. Кстати, неплохо. Реально неплохо. Я думал, всё хуже будет. Так, ещё рот ему нужен. Может из воды его сделать? Так. А, сейчас посмотрим, как смотрится. О, кстати. Слушайте, неплохо. Реально неплохо смотрится рот из воды. Мне нравится, реально. Мне кажется, неплохой снеговик у меня вышел. Ну что ж, у нас прошли 15 минут, даже больше, по-моему, минут 20 прошло. И сейчас мы все собрались в комнате для того, чтобы оценить постройки. Ждём последнего участника с ником Путары. К сожалению, так получилось, что один человек решил не заходить в комнату. Я не знаю почему. И вместо него мы взяли Перчика. А если что, Перчик не будет участвовать в конкурсе построек. Он просто здесь, по фану, тоже он сделал какую-то карту вне конкурса. Ну что ж, первая постройка у нас от Фортика. И давайте посмотрим, что он сделал. Дед Мороз у него называется карта. Так, Дед Мороз. Такой, знаете, жирный у него Дед Мороз прям получился. Ну, кстати, неплохо, неплохо, реально. Похоже на Деда Мороза. Вообще, такая масштабная постройка. Мне нравится, мне нравится на самом деле. Но я не знаю, победа это будет или нет. Так, давайте поставим ему тогда оценку, типа лайк. Чтобы он знал, что нужно выходить. Да, и следующий участник тоже показывает свою постройку. Ёлка Даунов. Идеальное название, просто, да, лучшее название. Ёлка Даунов, окей. Ну, действительно, у него получилась какая-то ёлка. Но вы поняли. Да, какая-то странная ёлка. Нет, эта постройка, к сожалению, не выиграет. Идём дальше. Я в видео. Понятно, понятно, я понял. И здесь изображён... А кто здесь изображён? А кто здесь изображён? А, ну, это голова какая-то? Ну, в общем, к сожалению, это... К сожалению, идём дальше. Следующая постройка. Дед Мороз НГ. Ну, Новый Год. Вот тут, кстати, уже неплохо. Реально, то есть... Прям подарок снизу, да. Неплохо. Человек, который стоит около ёлки. Да, хорошо, хорошо сделано. Неплохо, да, неплохо. Ставлю лайк. И идём дальше. Ну, вот это, кстати, хорошая уже постройка, да. Так, следующий участник ставит свою постройку. Свою карту, точнее. Так, Дед Мороз. Окей. Вау! Вау! Дед Мороз с оленем и с ёлкой. И надпись Новым Годом. Как же это классно! Жесть! Кто это? 12 тысяч кубков! Жесть! Реально классная постройка! Слушайте, мне очень нравится, реально. Дед Мороз с оленем держатся за руки. Вообще класс делали, класс. Мне кажется, что эта постройка одна из фаворитов, которая вполне может выиграть сегодня. Так, ну а мы идём дальше. Переходим к следующему человеку. Так. Да, следующий наш участник. Happy New Year. Окей. Хорошее название. Ясно. У него ёлка какая-то в виде ракеты, да? Окей, окей, понятно. Новый Год, да. Ну, такое, такое. Не сказал. Ну, смешная постройка, но... К сожалению, она мне не особо нравится. Что же нам построил следующий участник? Так, тоже название Дед Мороз. Так, Дед Мороз, ёлка. Хорошая постройка. Здесь Дед Мороз проработан лучше, чем на той карте с оленем. Но тут, как бы... Ну, вот атмосфера. Атмосфера не создана. То есть ёлка, да, хорошая. Дед Мороз хороший, но атмосферы никакой нет. Ну, конечно же, тоже хорошая постройка. Ставим лайк. Ну, типа снег такой снизу. Да, это однозначно лайк. Но мне всё-таки больше понравилась та постройка с оленем. У нас остался один участник, и дальше уже я. Так. Гайантоп. Ого. Вау, что это за ёлка такая? Эээ... Слушайте, ну что я могу сказать? Эээ... Я считаю, что это победа. Ну, то есть, по одному названию можно уже понять, что это победа. То есть, можно даже не смотреть на карту. То есть, по названию уже видно, что это победа. Ну, то есть, это уже победа. То есть, название говорит само за себя. Этот человек получает спецпродолжение. Поздравляю его с победой. В общем, всё. Так, ладно, давайте сейчас я покажу свою карту Все, последняя работа моя Так, Новый год И как выглядит мой снеговик Ну, нормально, нормально он выглядит Я считаю, что получился он достаточно милым таким Снежинки еще по краям Можно было, кстати, их больше сделать, ну ладно Не, ну нормально получилось, ну согласитесь, ребят Напишите в комментариях, как вам моя работа Если что, Перчик с нами не участвует Он по приколу зашел Морозный дед Блин, ну да, круто, круто Перчик сделал, как обычно То есть это Динамайк с таким скином, да Типа Морозный дед С новогодним скином Не, получилось классно, да Классная постройка Но, к сожалению, Перчик не участвует в этом видео Я специально его не стал звать Потому что я понимал, ну что с ним будет неинтересно Ну что ж, ладно В общем, все, хорошая постройка Давайте я сейчас скину все постройки нашим судьям У нас всего будут три судьи Это Перчик, Крэзи и Блуд И они решат, какая постройка будет лучшей У нас закончилось голосование Судьи уже приняли свое решение Что победила вот эта вот постройка Дед Мороз Я считаю, что заслужена Заслуженная победа Можно было, конечно, Дед Мороза как-то получше проработать Но все равно Очень классная новогодняя атмосфера Снежинки, Дед Мороз, олень Ёлка В общем, все очень классно Напишите в комментариях, согласны ли вы с решением судей Или, может быть, судьи подкупные И должна была победить другая постройка Например, мой снеговик Либо еще какая-нибудь ёлка Ну а на этом все Спасибо за просмотр Всем удачи И пока На всякий случай включу запись А то мало ли Не знаю, может что-то и выпадет Что? А почему не в видосе? Я сегодня видос снимал Где покупал акцию С шестью мегаящиками И он мне только сейчас падает Почему он мне тогда-то не выпал? Аааа, ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...